Ход реализации в Тверской области федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» рассмотрели на заседании регионального правительства, которое состоялось 26 июля. На данный момент благоустроены сотни объектов практически во всех муниципалитетах Верхней Волжи. Создание комфортной и безопасной среды для жизни – одна из пяти национальных целей развития, установленных президентом Владимиром Путиным. В Тверской области за четыре года с начала реализации данного проекта было благоустроено около 500 общественных пространств и дворов. Все это объекты, выбранные самими людьми в ходе голосования, которое проводилось в различной форме. Объем работ очень большой, средства выделяются достойные, очень активно участвуют регионы и муниципальные образования. Главное, что мы видим очень активное участие жителей в рейтингном голосовании по объектам, которые во всех практически наших муниципальных образованиях реализуются. Надо отметить, что сегодня нет ни одного муниципального образования в Тверской области, кто бы не участвовал в этой программе. В 2022 году работы идут на 97 объектах в 38 муниципалитетах. Это 71 общественное пространство, 19 дворов и 7 проектов в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Кроме того, в текущем году заявлена установка 20 детских игровых площадок в 18 районах. Общий бюджет проекта – 743 миллиона 300 тысяч рублей, из которых почти 690 – федеральные средства. На данный момент полностью завершены работы на 32 адресах. Наша задача, чтобы это были главные площади, улицы, набережные, потому что это сердце обычно этих городов. Ну, собственно, например, и Калязино, и Кашино, и Ржево. Ну, вот у нас уже 15 городов. Это все были какие-то территории, которые олицетворяют эти города. Напомним, что по итогам 2021 года в Верхней Волжье завершены все запланированные проекты общественных территорий и дворов в 38 муниципалитетах. Так обрела новый облик смотровая площадка на Новгородской набережной в Таршке, в Вышнем Волочке, набережной Олега Матвеева, в Твери – Мигаловская набережная. Губернатор отметил, что муниципалитеты должны обеспечить содержание, сохранность и целевое использование уже введенных объектов. Более того, региональные власти готовы предпринять дополнительные шаги, чтобы как можно большее число районов попадало в эту программу. Например, сегодня обсуждали Вышний Волочок. Это очень красивая и интересная зона для туристов. Обсуждали, опять же, Осташков, Кимры, Конаково. Даже если муниципалитет не может сделать масштабный проект, то мы рассмотрим возможность ежегодно отбирать пять муниципальных образований. Учитывая важность проекта для комплексного развития территории и улучшения качества жизни людей, по поручению главы государства в 2023-2024 годах на формирование комфортной городской среды в муниципалитетах и исторических поселениях будет дополнительно направлено по 10 миллиардов рублей ежегодно. В рамках рейтинга у голосования жители 11 крупных городов нашей области в этом году также уже определили 11 проектов благоустройства на будущий год. Игорь Руденя поручил Министерству энергетики и ЖКХ региона совместно с главами территории обеспечить своевременную подготовку и направление заявок от области для увеличения в 2023 году числа проектов благоустройства.